Приветствую всех зрителей! В сегодняшнем ролике будут у нас две новинки от компании Butterfly. Glaser 09C и обычный Glaser. Начнем этот обзор с Glaser 09C. Обзор будем производить на основании Viscaria. Черная накладка у нас наклеена уже Dignix 09C. Клеим вместо красной Glaser 09C. Сравниваем две эти накладки, Dignix 09C и Glaser 09C. Как позиционирует во многих магазинах, Glaser 09C должна быть бюджетная версия Dignix 09C. Жесткость губки Glaser 09C должна составлять у нас 42 градуса. Жесткость губки Dignix 09C составляет 44 градуса. Соответственно, первоначально она уже должна быть немного мягче. Как это на самом деле, сейчас мы это и проверим. Упаковочка точно такая же, как и у Dignix 09C. Вот такая вот пленка, соответственно, она у нас будет гибридная. Губка непривычна вот такого вот цвета сажи, цвета пепла, серого цвета. Такую губку не у родной компании я еще не встречал, кроме как у Xeoma была черная. Но чтобы увидеть у Butterfly цвета такой губки, это на самом деле немного новшества. 28 января, когда еще не было анонса Glaser 09C, мне приснился сон, который я писал в своем телеграм-канале. Ссылочку на телеграм-канал я оставил в описании. Итак, резина у нас на доске. Первым делом мы отлепляем пленку. Проверяем первоначально, как скочит мяч, прилипает, либо нет. Насколько липкая накладка, либо не липкая. Отскок первоначальный, скажу так, что первоначальный отскок выше, чем на Dignix 09C, когда от него отлепляешь. Это следствие того, что губка здесь чуть мягче, чем на Dignix 09C. Теперь проверяем липкость. Липкость, в принципе, как и на обычном Dignix 09C, она очень-очень слабая. Смотри, как вылетает. Поиграл я накладкой в районе 20-30 минут. Ребята, попробовали, мы губку чуть-чуть пробили. Теперь переходим уже к нашим элементам, чтобы провести детальный обзор, сравнение Glaser 09C и Dignix 09C. На короткой игре Glaser 09C. Сейчас Glaser. А давайте сделаем так. На Glaser сейчас сделаю маленькую эмблемку, чтобы вы примерно через свои экраны ориентировались, какая накладка играя в настоящее время. Наклеил торцовую ленту, чтобы вам было удобнее ориентироваться, какая накладка у нас сейчас в действии. Сейчас у нас Glaser. На короткой игре очень хорошо, как и все гибридные накладки. Мяч никуда у нас не вылетает, можно комфортно играть на столе Glaser 09C. То же самое было и на Dignix 09C. То есть, может быть, даже в какой-то степени на короткой игре Glaser играть чуть удобнее, чем Dignix. Потому что Dignix, по ощущению, топ-шит Dignix чуть жестче, чем топ-шит Glaser. На накате при продавливании чувствуется, что скорость у накладки приличная. Что если кто и к Dignix не играл, возможно, вы даже не поймете, в чем разница, потому что накладка очень хорошая. Но есть ощущение, что, несмотря на то, что все-таки 2 градуса разница, и жесткость топ-шита чуть мягче, и жесткость губки чуть мягче. Из-за этого прям она мягче чувствуется, чем Dignix 09C. Теперь Dignix 09C. Видно, что у Dignix 09C дуга не такая высокая, она более пологая, мяч летит туда, под заднюю линию. Когда как у Glaser, сейчас у меня в руке от Glaser, у Glaser мяч имеет чуть большую траекторию, и примерно сантиметров на 20 при одном и том же ударе не долетает до той точки, куда летит дуга от Dignix. Накат тоже самое, делать легче, удобнее Glaser 0.9C, чем Dignix 0.9C. То есть, по первоначальным ощущениям, эта накладка очень хорошо подойдет тем, кто не смог играть слева Dignix 0.9C, поскольку и зацеп, и скорость у этой накладки присутствует. Намного легче. Прям не нужно никуда продавливать, не нужно никуда протаскивать, накладка прям такая. Теперь Dignix 0.9C. Сразу при перехвате ощущается, что накладка Dignix 0.9C пожестче. Нужно каждый мяч чуть продавливать на ту сторону. Что кисть нужно прям туда, сильнее, сильнее, сильнее тянуть. Glaser. У Glaser такого нету. То есть, вот какое-то ощущение, когда чуть-чуть привыкнешь с Dignix 0.9C играть, к этой скорости, к этой плотности удара при накате, при перехвате на Glaser чувствуется какое-то, как бездушная она какая-то. То есть, нету какой-то у нее здесь изюминки. Пропадает у нее и мощность. Пропадает он мне вот этот вот выстрел, который присущ Dignix 0.9C. В какой-то степени при топ спине справа нужно меньше усилий, чтобы создать ту самую дугу, которую нужно создать Dignix 0.9C. То есть, кто не смог, про что я речь, кто не смог играть с Dignix 0.9C, потому что она жесткая, ей нужно все играть мощно, Glaser 0.9C вам прям подойдет. Ну ты подожди, сейчас мы все запишем и потом ты. Ну вот сейчас, когда делал серийные просто на попадание топ спины, делать Glaser 0.9C одно удовольствие. Но как только начинаю сильнее вкладывать, чувствуется у этой накладки есть некий порог скорости, мощности. То есть, про что я речь? Такие вот средние топ спины, чисто на попадание, одно удовольствие делать этой накладкой. И они с хорошим вращением летят, про что Гоша говорит. Но начинаю усиливать, прям резко какой-то порог скорости. Такое чувство, что я просто силу трачу в пустую Glaser 0.9C. У Dignix такого нету. Попадать в стол, делать топ спины такой средней силы с Dignix 0.9C сложнее. Но при этом, когда я начинаю усиливать Dignix 0.9C, сразу нету этого порога скорости. Мяч летит плотнее, чем от Glaser 0.9C. Субтитры сделал Dignix 0.9C. Держит плотнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, Димайский сейчас поворачал справа, слева поворачал, поскручивал, поделал свои базовые элементы, и он уже готов сказать свое мнение по поводу Глазера 0.9С, разницы между Дигникс 0.9С и Глазер 0.9С. Ну, Дигникс более жестко, а Блазер мне очень понравился зацепом. Прямо, ну, хорошо скручивать и на блоке играть, думаю, ей будет хорошо. На какую сторону ты себе поставил его? На право, конечно. Глазер 0.9С только на право, а слева как бы? Ну, я думаю, Дигниксом бы играл бы, более жестко, чтобы встречать. Кондаков сейчас вращает слева Глазером, сравнивает, скажет потом чуть-чуть попозже свое мнение по поводу этой накладки. Сейчас он говорит, что это сейчас Дигниксом будет. Он как-то слишком глубоко заседает и выпуливает. Сейчас вы посмотрели, как Кондаков Матвей исполнял свои привычные элементы. Сначала Дигниксом 0.9, потом Глазером 0.9. Мы готов поделиться, в чем для него разница, какая ему больше понравилась, какая меньше. Скажу так, что слева Глазер 0.9С подходит для меня больше, чем Дигникс 0.9С. Также справа Глазер, он слишком мягкий, и мяч слишком глубоко заседает в ракетку и выпуливает. А Дигникс 0.9С, он более контрольный справа. То есть при усилении он более контрольно, предсказуемо вылетает от встречного вращения, ты бы сказал. Меньше катапульты на Дигниксе, чем на Глазере. Из-за этого тебе удобнее? Да, справа. Так, Гоша сейчас начинает слева играть Глазером. Теперь Дигникс. Ну, видно даже по звуку, что мячик летит поплотнее, как-то звук чуть-чуть другой. От Глазера он чуть-чуть какой-то, чуть пустоват, я бы сказал. Но здесь уже ребро, думаю, здесь ему без разницы. Теперь Глазер, это был Дигникс. Смотрим. Сейчас будет Глазер, все правильно. Был Дигникс. Он уже идет к камере. Видимо, он готов что-то сказать. Ну, давай, Джош, рассказывай, в чем для тебя разница Дигникса 0.9C от Глазера 0.9C. Для меня слева лучше Глазер. Он чуть помягче. Я его как бы больше контролирую. А справа лучше Дигникс 0.9C. По вращению, ты почувствовал, что какая накладка из этих лучше вращает, Глазер или Дигникс? Мне кажется, Дигникс более опасно вращает. Мне тоже так показалось по первым элементам, которые мы сейчас только что от парней проэкспериментировали. То есть это был топ спин справа и накат справа. Сейчас мы переходим на топ спины слева и дальнейшие элементы. Вот сейчас поделав несколько топ спинов слева, у меня и у Гоши сразу складывается ощущение, что Глазером 0.9 пока что удобно играть только в ближней зоне. То есть где мы играем за счет зацепа, здесь да, здесь круто. Но стоит чуть-чуть отойти подальше, сразу вырисовывается очень большая дуга и пропадает контроль у этой накладки. То есть этой накладкой, вот вы можете сейчас видеть, что угол мне привычный и мячик никуда не сваливается. Он очень хорошо, очень контрольно. В ближней зоне у меня вылетает куда надо. Но стоит мне чуть-чуть отойти, сразу бесконтрольная и безопасная летит дуга от этой накладки. То есть скорость пропадает, дуга вырастает и мячи принимать, которые летят от Глазера 0.9 с дальней зоны, уже проще, чем те, которые я посылаю с ближней зоны. Мнение парней вы услышали. Теперь мое мнение по поводу этих всех элементов, которые мы сейчас прошли. В короткой игре Дигникс 0.9 с и Глазер 0.9 с ведут себя плюс-минус одинаково, но в какой-то степени Глазер 0.9 с мне показался даже поконтрольнее, поскольку не нужно не прилагать никаких усилий, просто вот движение вперед и мячик уже будет на столе. То есть в короткой игре при приеме и просто промежуточная игра Глазер 0.9 с выигрывает у Дигникса 0.9 с. Накат слева, накат справа Глазером 0.9 с. Если мы сильно не вкладываемся, тоже делать очень комфортно, очень контрольно, сильно напоминает Дигникс 0.9 с, если не сравнивать его прям лоб в лоб. Но стоит перевернуть на Дигникс 0.9 с, сразу чувствуется, что мяч с больше катапультой, даже при плоском ударе, вылетает из Дигникса 0.9 с. Отсюда делаем вывод, что мяч от Дигникса 0.9 с будет лететь плотнее и быстрее в потенциале, чем от Глазера 0.9 с. Топ-спин справа, который мы делали со средней скоростью, с такой нависающей дугой, к Глазером 0.9 очень сильно мне понравилось делать. То есть если сравнивать две эти накладки на слабых топ-спинах, то, конечно же, я дам предпочтение Глазеру 0.9 с. Но как только речь выходит до того, чтобы усиливать, чуть быстрее сыграть, чуть мощнее, сразу чувствуется у Глазера 0.9 какое-то ограничение скорости. То есть мяч быстрее не летит. Переворачиваю на Дигникс 0.9, пытаюсь сделать топ-спины такие зависающие, со средней скоростью, с большим вращением. Здесь сразу у Дигникса 0.9 контроля меньше, чем у Глазера. Но когда я начинаю усиливать потенциал, скорость вращения и вообще злость самого удара, разрушение во время этого удара у Дигникса 0.9 выше, чем у Глазера 0.9. В этом вся и разница во время топ-спина справа. Поэтому делаем вывод, что любителям, которые не способны во время топ-спина справа пробивать до доски, чуть плотнее бить. То есть они играют так, навестными полу-топ-спинами, но при этом хотят что-то около Дигникса 0.9, Глазер 0.9 вам очень сильно подойдет. Во время топ-спина слева Глазером 0.9, учитывая, что у меня чуть специфичная техника, у меня угол вот примерно вот такой, мяч никуда не сваливается. Он очень четко туда зацепляется. Это позволяет, что это позволяет делать? Это чуть мягче губка на 2 градуса, чем у Дигникса 0.9. И по моему ощущению, более эластичный топ-шит, чем на Дигникса 0.9. То есть в ближней зоне полускрутками одно удовольствие играть Глазером 0.9. Но стоит чуть отойти от стола, со средней зоны, с дальней зоны, сразу скорость у этой накладки начинает пропадать, сразу появляется дуга, сопернику легче принимать эти мячи. То есть атаковать со средней, с дальней зоны слева этой накладкой очень тяжело. То же самое и справа. Потому что когда я со средней зоны буду этой накладкой усиливать удар, с дальней, со средней будут входить в перекруты, злость ударов Глазер 0.9 резко начинает падать. То есть делаем вывод, чтобы максимально развить потенциал Глазера 0.9, вам необходимо будет что справа, что слева все играть в ближней зоне. Поскольку мощности со средней и дальней зоны у этой накладки хватать не будет. Подача Глазер 0.9С против Дигникс 0.9С. Почему интересен? Потому что у Дигникса 0.9 мне очень сильно нравились подачи. Сейчас интересен момент. Будут ли такие же подачи у Глазера 0.9? Теперь Дигникса. Есть ощущение, что из-за того, что топшит более эластичный, чем у Дигникса 0.9, то при продавливании мяч как-то подцикивает и не так сильно зацепляется. То есть возможно, что из-за этой эластичности идет чуть потеря во вращении во время подачи. Подачи. Что Глазер 0.9С, что Дигникс 0.9С. Гоша говорит, что и там, и там очень хорошее вращение. Но у Дигникса 0.9, как и мне показалось, вращение чуть больше, оно более злое, чем от Глазера летит. Итак, сейчас делал первый ход Глазером 0.9 и сразу скажу свое ощущение на первом ходу. Накладкой сделать первый ход очень сильно легко. То есть буквально я дернул его чуть снизу и мяч по солидной такой траектории сразу полетел. То есть без всяких усилий. Глазером 0.9, даже сейчас я не буду переворачивать. Точнее пару раз переверну, попробую Дигникс 0.9. Но я помню ощущение ход Дигникс 0.9 и скажу, что Глазером первый ход делать лучше, чем Дигникс 0.9. Во-первых, и лучше, и легче по вращению, по злости сказать то, что не могу, Гош. Мяч крутится, то есть крутится сильнее от всех гибридных европейских накладок. Это Дигникс. Дуга у Дигникса, даже на первом сейчас ходу было заметно, что дуга у Дигникса более пологая, чем у Глазера. А вот слева, слева уже эту самую дугу сделать посложнее. Чуть-чуть, мне кажется, Дигниксом лучше дугу сделать. Где? Первый ход справа-слева, поделал Глазером 0.9. Справа и слева сделать первый ход, как и на всех прочем элементах, сделать первый ход Глазером 0.9 легче, чем Дигниксом 0.9. Но при этом Гоша говорит, что вращение все-таки от Дигникса летит чуть злее, чем от Глазера. То есть вот сейчас сделал банан на столе. Создать дугу слева на столе эта накладка очень-очень комфортно. То есть с Дигниксом 0.9 здесь чуть вы не доработаете, у вас мяч будет постоянно лететь в сетку. То есть здесь чуть более эластичный топ-шит, менее жесткая губка, буквально 2 градуса. И уже усилий нужно сделать меньше, чтобы перекинуть мяч через сетку. То есть вот. Блок накладкой делать поприятнее, чем Дигниксом. То есть она у нас никуда не подвыплевывает. Буквально можно просто подставлять и все. То есть она как бы мяч-то погружается и сам оттуда вылетает. То есть накладка не сильно реагирует на приходящее вращение. Когда как Дигникс, чуть мы сильнее давание в мяч, за счет более мощной губки он будет у нас выплевываться. То есть вот у нас даже видно, сейчас он выплевывается, но все равно я инстинктивно его поджимаю, но дуга выплевывания выше, чем на Глазере. Ой-ой-ой, как вылетает. Чуть не доработал. Прямо на мяче нужно. Как многие позиционировали его, это бюджетная версия Дигникса 0.9C. Кто-то на форумах писал, что это будет Дигникс 0.9C на минималках. Вот с этим утверждением я в корень не согласен, поскольку Глазер 0.9C очень-очень-очень приближен к Дигниксу 0.9. Он очень сильно подойдет тем игрокам, которые не могут, либо им физически мощности не хватает, прожать Дигникс 0.9C. То есть вам там не хватает либо дуги, вы где-то не дорабатываете мяч, у вас сетку летит, либо вы где-то не дорабатываете, и у вас он как попало, то Глазер 0.9C вам в этом подойдет. Поскольку, чтобы добиться попадания в стол, чтобы сделать топ-спин по подрезке слева-справа, Глазером 0.9C нужно меньше прилагать усилия, чем Дигниксом 0.9C. Но игроки, которые играют Дигниксом 0.9C, привыкли к этой мощности и хотят, чтобы что-то было либо такое же, но дешевле, либо даже помощнее. Это не подойдет. Поскольку у Глазера 0.9C при усилении чувствуется некое ограничение в скорости, некое ограничение в мощности, поскольку губка у этой накладки она чуть мягче, буквально на 2 градуса. И это уже сказывается, когда я пытаюсь его усилить мяч с дальней, со средней зоны. Коротко, прием подач в банан, глазером 0.9C делать одно удовольствие. Это мяч у нас никуда не вылетает. Нужно никаких прилагать усилий, чтобы мяч прорезать, его протащить на накладки. Он сам здесь все отскочит и не с такой дикой катапульты, как на европейских накладках. Что касается банана, тоже во время приема подач, либо просто из промежуточной игры. Здесь также не нужно прилагать много усилий, поскольку за счет цепкого эластичного топшита, немного липкого, и не сильно жесткой губки, губки в 42 градуса, буквально одним кистевым движением, и мяч очень прилично, очень хорошую дугу вырисовывает. Поэтому здесь для меня глазер 0.9C обыгрывает Dignix 0.9C. Во время наката справа, во время наката слева, то же самое. Все это делать глазером 0.9 удобнее, чем Dignix 0.9. Во время топспина, что слева, что справа, если делать со слабой мощностью, либо со средней мощностью, глазером 0.9, это делать комфортнее, контрольнее. Но стоит это все дело начинать усиливать, стоит играть на выигрыш очка, здесь чувствуется ограничение в скорости, то есть у этой накладки присутствует порог. Dignix 0.9 забивать, делать мощнее, что слева, что справа, это все удобнее. У кого не хватает физической, технической подготовки, то, конечно же, я вам советую Glaser 0.9C. Первый ход, что справа, что слева, точно так же Glaser 0.9, более комфортно, контрольно делать. Но вращение от Dignix 0.9C при усилении, опять же, если мы сравниваем, что если мы будем сильно бить в мяч, то при сильных оборотах Dignix 0.9C выигрывает. Если мы все это будем делать средне, то, конечно, Glaser 0.9C выиграет. То есть здесь уже выбирать вам. Glaser играть легче, Dignix 0.9C играть сложнее. Но от Dignix 0.9C мяч летит злее, от Glaser не такой злой. Но при слабых оборотах от Glaser тоже очень злой летит мяч. Итак, если сравнить эту накладку со всеми накладками европейских производителей, а также ценовую категорию, в которой она представлена, эта ценовая категория примерно 5 тысяч. И если сравнить все европейские гибриды этой ценовой категории, то, конечно же, Butterfly снова впереди планеты всей. То есть, по моему мнению, эта накладка, если не на голову, то практически на голову сильнее всех европейских гибридных накладок. Немного забегая вперед, анонсирую следующий ролик. Следующий ролик будет Glaser просто, без 09C, обычный Butterfly Glaser. Сравнивать мы будем с Glaser 09C, также на основании Butterfly Viscari. Уверен, этот ролик был для тебя полезен. Не забывай подписываться на социальные сети ВКонтакте, на канал в Телеграме. До скорых встреч!